Эта неделя для столицы округа выдалась гостеприимной. В Наринмаре принимали сразу несколько делегаций из соседних регионов. Первым приехал в гости временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов. Он посетил учреждения здравоохранения, образования и производственные предприятия, чтобы увидеть, как изменилась жизнь в округе после подписания соглашения о распределении полномочий между округом и областью. Визит Игоря Орлова в Ненинский округ начался с рабочего совещания. В повестке вопрос согласования правительством Архангельской области законов округа об установлении пониженной ставки налога на прибыль. В целом пакет документов направлен на то, чтобы обеспечить дополнительный приток инвестиций в первую очередь в добывающий сектор Ненинского автономного округа. Мы рассчитываем, что несмотря на непростые новые экономические условия, сокращение инвестиционных процессов в целом по стране, данный пакет мер обеспечит объем инвестиций в районе 150-170 миллиардов рублей. В соседнем регионе к принятию закона все готово. Закон действительно отработан и у нас никаких сегодня разногласий по подготовке и реализации этого закона нет. После совещания делегация отправилась по селам посмотреть, как живет округ и действуют соглашения, подписанные между регионами 5 июня прошлого года. Этим документом Ненинский округ возвратил ряд полномочий из области, переданные ей 1 января 2008 года. С начала текущего года округ вновь исполняет государственные полномочия субъекта на своей территории в полном объеме. На реализацию этих полномочий округ получил дополнительные налоговые источники. Первыми гостей приняла Тельвиско. Там вручили ключи новоселам. 24 семьи много лет стояли в очереди как погорельцы и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Даже в сравнении идет. В Макарово же квартира не благоустроена. Во-первых, во-вторых, на нижнем этаже. Каждый поводок, каждую весну сердце колотится. Как бы вода домой не зашла. Ни воды, ни газа там в деревне нет. Но здесь это сравнивать просто нельзя. И хорошо. Губернатор Игорь Кошин отметил о перспективах большого села. Помимо жилья в Тельвиске строится школа. В ближайших планах телятник. Гость посетил и недавно открытые амбулаторию и социально-культурный центр «Престиж». И дал оценку развития села. Социальная инфраструктура находится на высоком уровне. Уровень промышленного производства архангельские гости поехали смотреть в комбинат «Солнышко». Одно из безубыточных предприятий округа в этом году уже получило прибыль в 38 миллионов рублей. Что сделано по оленеводству, я считаю, что это правильно. Что сделано по животноводству, тоже правильно. Если раньше мы получали на голову оленя, то никогда вы не посчитаете голову оленя. То есть мы получаем сегодня на килограмм мяса. То же самое мы получаем на литр молока. Можно иметь 3 коровы и доить 15 тысяч, можно иметь 300 коров и доить 4 тысяч. Для нас это заинтересовано в первую очередь, что мы должны получить валовое производство продукции, той, которую мы производим. В ходе дегустации губернатор округа Игорь Кошин пояснил, агропромышленный комплекс максимально обеспечивает население региона своими огурцами, помидорами, зеленью и молочной продукцией. В настоящий момент в хозяйстве реконструируют котельную, которая позволит открыть новую теплицу. А это новый ассортимент продукции и круглогодичный сбор урожая. Задача предприятия – закрыть рынок зелени своими силами. Новые возможности в развитии показали гостям и в сельхозкооперативе «Харп». Три года назад при нём открыли первый в округе цех по переработке оленьих шкур. Благодаря ассоциации Ясовой удалось найти закупщика – финский завод «Лапинакка». Теперь после забоя шкуры засаливают в специальном барабане и отправляют на экспорт. «Заказали через финскую сторону шведское оборудование по горизонтальной разделке оленей и съемку шкуры. Плюс качество продукции увеличится и люди меньше устают. Плюс есть определённые. Меньше людей заняты на трудоёмких работах». Только за этот год финны приобрели в округе 14 тысяч оленьих шкур. Они пополнили бюджет хозяйства на 24 тысячи евро. Один экземпляр, выделанный по европейским стандартам шкуры, подарили высокому гостю. Игорь Орлов оценил подарок и желание кооператива развиваться в новых направлениях. Сегодня Красное село, где необходимо развивать производство и создавать новые рабочие места. С инфраструктурой проблемы решаются. Достраивается хоть и с большим опозданием школа. В прошлом году сдана в эксплуатацию новая амбулатория. Руководитель учреждения назвал только кадровую проблему, характерную всей системе здравоохранения округа. Игорь Орлов, в свою очередь, напомнил, архангельские учебные заведения всегда готовы принять окружных абитуриентов. «Мы сегодня в Архангельской области создали систему целевого набора врачей. Очень хотелось бы, чтобы, если у вас есть молодые ребята, которые хотят учиться, девушки, и получать медицинское образование, вот через Игоря Викторовича, у нас есть специальная система целевого набора специалистов для северных территорий, вообще не только Архангельской области, Нинского округа, вообще в целом. Надо учить своих». О необходимости совместных проектов говорили на пресс-конференции в конце первого дня визита. Главы двух соседствующих субъектов подчеркнули решение о разделении полномочий между Ниньским округом и Архангельской областью было принято верно. «Подписав соглашение, разделив полномочия, мы стали гораздо ближе друг к другу. Мы можем думать о каких-то новых совместных проектах. Сегодня мы там проговорили вопрос, связанный с той же рыбоохраной Мизенского района. Есть у нас вопрос, наши оленеводы зимой заходят в Мизень, есть тоже взаимные какие-то вопросы, мы их совершенно спокойно сейчас можем решать. Мы сегодня совершенно спокойно обсуждаем определенные инфраструктурные проекты, которые мы намерены совместно решать в ближайшем времени». Точек соприкосновения для совместного развития округа и области достаточно. Это транспортная инфраструктура, туризм, подготовка квалифицированных кадров для Ниньского округа на базе вузов Архангельска. «То соглашение, которое мы подписали, оно дало целый набор возможностей для самореализации Ниньского автономного округа. Но, безусловно, я хотел бы и так складываться фактически, чтобы те ресурсы, достаточно современные, очень высокотехнологичные, которые есть в Архангельской области, конечно же, работали на наших ближайших соседей, друзей, коллег». Первый шаг для улучшения взаимодействия уже принят. На сентябрь запланирован Координационный совет по здравоохранению. В двух регионах активно развивается телемедицина. За год окружные врачи получили более 600 консультаций в архангельских медучреждениях. На предстоящие встречи ведущие специалисты областных и окружающих.